Привет, друзья! Сегодня я предлагаю вспомнить, как выглядели, что из себя представляли, и самое главное, как снимали первые цифровые фотокамеры. Если мне не изменяет память, я начал фотографировать примерно 35 лет назад, то есть к началу цифровой эпохи фотографии я подошел, как мне казалось, уже продвинутым фотолюбителем. Но это не значит, что я мог так просто пойти в ближайший фотомагазин в провинции и купить свою первую цифровую камеру. Нет, фотомагазины были тогда еще завалены пленочными зенитами и киевами, но мне повезло в том плане, что моя отец именно в тот момент жил и работал в Санкт-Петербурге. И он оттуда поехал в Москву, чтобы купить свой первый цифровик. Не для себя, не для собственного баловства, а на кафедру вуза, в котором он тогда работал. И в ближайший свой приезд в гости в Петербург я впервые увидел вот это чудо техники. Честно говоря, на тот момент оно не произвело на меня никакого впечатления, тем более, что я был довольно дремучий и даже компьютера персонального в 97 году 20 века у меня еще не было. Но тем не менее, камера сейчас отметила 22-летие, она дожила до наших дней и сегодня мы посмотрим, что она умела и даже попробуем поснимать на нее. Поехали! Итак, что же представляла из себя фотокамера Epson Photo PC? Думаю, все отлично знают фирму Epson по их планшетным сканерам и мультимедиапроекторам, так что они всегда выпускали устройства для работы с цифровым изображением. Но в конце прошлого века Epson также была одним из пионеров в области цифровой фотографии. Внешне, надо сказать, камера вовсе не выглядела как нечто особенное. Она была очень похожа на обычные пленочные мыльницы того времени. Да и по своей сути она очень напоминала пленочную камеру. Начнем с того, что у нее не было такого привычного и характерного для цифровых камер сегодня ЖК-дисплея сзади. Вообще не было. То есть увидеть отснятое нельзя было непосредственно в камере ни до, ни после съемки. А только уже на компьютере дома. Ну, чем не пленочный подход, правда? Все остальное тоже было, скажем так, как у не самых продвинутых пленочных мыльниц. Это фикс-фокусная объектив без зума и без автофокуса, то есть резко все от забора и до обеда, а точнее от 60 см до бесконечности. Фиксированная диафрагма f5.6, которую поменять было нельзя. Фокусное расстояние объектива в перерасчете на 35-мм камеру 43 мм. Такой вполне стандартный объектив почти полтинник. Резьба под цветофильтры 37 мм, то есть отлично подходят любые фильтры от комкодера, но их действия все равно не видно в видоискателе. Об этом еще потом отдельно поговорим. Экспозамер только автоматический, с приоритетом диафрагмы и диапазоном выдержек, вот здесь внимание, от 1,30 до 1,001 секунды. ISO фиксированная на значении 130 единиц. Очень, кстати, напомнила отечественную фотопленку, когда самой ходовой чувствительностью были как раз 65 и 130 единиц. Встроенная вспышка, работающая в диапазоне, расстояние от 1 до 3 метров и имеющая два режима – авто и заполняющая принудительные вспышки. Видоискатель оптический, не электронный, как у нынешних цифровиков, и не зеркальный, через объектив, как у зеркалок, а оптический и не сопряженный с объективом, чисто ориентировочно отображающий поле зрения камеры. Такова фотографическая, если можно так сказать, составляющая данной камеры. А электронная, цифровая составляющая представлена CCD или по-русски PZS сенсором прогрессивного сканирования с разрешением 640 на 480 точек, 16 миллионов цветов, 24 бит. Физический размер сенсора в миллиметрах нигде, к сожалению, не указан. Носителем информации здесь является встроенная в камеру флеш-память объемом всего 1 мегабайт в стандартной комплектации с возможностью наращивания максимум до 4 мегабайт. Питание камеры происходит от 4 стандартных пальчиковых батарейек АА, за что производителю огромное спасибо, ведь представьте, будь у камеры свой собственный какой-то формат аккумулятора, вряд ли мне удалось бы запустить ее спустя 20 с лишним лет. В комплекте с камерой в оригинальной коробке шли простенькие батарейки, шнурок на руку, интерфейсный кабель для связи с компьютером и две дискеты с ПО. Ну и куча всякой документации, подробнейшее руководство пользователя, рекламные буклеты с предложением купить аксессуары повешенным ценам и так далее. Кстати, если кому интересно, камера была приобретена согласно документам в Москве на ВДНХ или ВВЦ в павильоне Металлургия, где тогда был как раз магазин, торгующий современной техникой. Итак, вернемся к камере. Epson Photo PC камера внешне очень крупная для своего, прямо скажем, незамысловатого функционала, значительно крупнее многих моделей пленочных камер того времени, но это в основном из-за батарейного отсека и отсека памяти. Для съемки не требуется никакой профессиональной подготовки, все очень просто. Кнопка включения питания сопряжена со шторкой объектива, не нужны никакие быстро теряющиеся дополнительные крышки. О готовности к камере к работе оповещают загорающийся зеленый светодиод рядом с окошком видоискателя. Теперь нужно настроить те немногие параметры, что дозволено менять пользователю в этой камере. Эти параметры отображены на монохромном дисплее на верхней части камеры и менять их можно кнопками, расположенными по сторонам от дисплея. Все настройки, к сожалению, сбрасываются до золотских при замене батарей. Итак, все готово, можем снимать. Наводим камеру на объект съемки и плавно нажимаем на кнопку спуска затвора. Или же снимаем сами себя с помощью таймера автоспуска. Звучит тональный сигнал. Стоп, снято. Задержка или лаг затвора между нажатием кнопки и отработкой экспозиции немалый. По моим наблюдениям я бы сказал не меньше секунды, то есть движущийся объект гарантированно успевает уехать. Также немного непривычно, что пока после спуска затвора огонек у видоискателя мигает зеленым, это значит идет запись изображения в память, камера не даст ничего с собой сделать, тем более снять следующий кадр. Но, несмотря на все эти небольшие недостатки, камера спустя 22 года после покупки работает отлично и по сей день. И чтобы окончательно в этом убедиться, в первый же погожий весенний денек я вышел на улицу поснимать. Пусть в запасе всего 16 кадров, но все мои. Как я уже говорил, камера хоть и цифровая, но та самая сладкая интрига, за которую мы так ценили и ценим пленочную фотографию, здесь в полной мере сохранена. До тех пор, пока вы не вернетесь домой к компьютеру, просмотреть, что получилось, а что не получилось, нельзя. Как это мило, все-таки. И вот камера снова дома. И тут начинается самое интересное. Для выгрузки фотографий на компьютер сначала нужно установить специальное программное обеспечение, которое идет в комплекте на двух 3,5-дюймовых дискетах. И это ПО требует компьютера с операционной системой Windows 3.11, Windows 95, ну или в крайнем случае Windows 98. Найти в наши дни исправно работающий компьютер даже с 98 Windows оказалось не такой простой задачей. А на что-то еще более древнее я даже и не замахивался, поэтому будем пробовать на 98. Дискеты почти за четверть века не рассыпались и не размагнитились. Это чудо просто. С дискет устанавливается универсальный твейн драйвер и программа изи фото для работы с изображениями из камеры. Теперь осталось перезагрузиться и можно будет работать. Камера подключается к последовательному порту компьютера, он же COM-порт, он же RS-232 с помощью кабеля, идущего в комплекте. Подключение проводов, естественно, нужно делать при выключенном компьютере. Это не то, что сейчас. Итак, можно включать камеру и компьютер. Первым делом запускаем программу изи фото из меню Пуск. Выбираем в качестве источника изображения камеру Photo PC, после чего идет соединение с камерой и на экран выводятся наконец миниатюры отснятых нами фотографий. А на черном-белом дисплее камеры появляется индикатор корректного соединения с компьютером. Так что пока все идет по плану. Теперь можно скопировать сразу все изображения или выборочно в так называемую галерею для последующего просмотра, редактирования и хранения. Процесс скопирования очень небыстрый. Несмотря на то, что размер каждой фотографии просто микроскопически и по сегодняшним меркам, всего 50 килобайт, копирование одного файла занимает несколько минут через последовательный интерфейс RS-232. Но процесс идет, хоть и медленно, но верно, и я затаив дыхание, слежу за процессом и просто боюсь пошевелиться. Итак, фотографии скопированы к нам на компьютер, их можно уже удалять из камеры, чтобы освободить место для новых снимков. Как только миниатюры фотографий появились в галерее, мы уже можем двойным щелчком открыть любое изображение, просмотреть его в реальном размере, увеличить, уменьшить. Как видим, картинка с разрешением 640 на 480 точек смотрится вполне даже отлично на мониторе тех времен с разрешением 1024 на 768. Но они просто созданы друг для друга, мне кажется. Также в окне программы изи фото можно обрезать, повернуть, подстроить яркость и контраст, а также изменить цветопередачу, после чего при желании сохранив или отменив изменения. Что дальше делаем с фотографиями? Ну, можно скопировать и вставить картинку, например, на страницу текстового редактора Word или же в презентацию PowerPoint. Также можно перетащить картинку в другое приложение мышью по механизму drag-and-drop. Что было очень круто, надо сказать, для тогдашних приложений далеко не все программы поддерживали эту процедуру. Офис Microsoft поддерживал. Пока камера подсоединена, мы кроме работы с изображениями можем также просмотреть и даже поменять некоторые настройки камеры. Например, время ухода в спящий режим, способ выбора выдержки при съемке. Но самое интересное здесь – это режим Live View, который сегодня доступен, конечно же, в любой камере, но так было не всегда. Здесь живое превью очень тормознутое в малюсеньком окошке, но оно действительно почти живое. И кстати, в режиме такого превью, как пишут в руководстве, можно оценить работу камеры при использовании как раз различных насадок на объективе, о чем я обещал рассказать попозже. Вот, к примеру, мы накрутили на объектив поляризационный фильтр или макролинзу или конвертер. А в видоискателе-то ничего не изменилось, он же не сопряжен с объективом. Вот тут-то нам, якобы, и поможет живое превью. Весьма сомнительно, конечно, что это поможет, но все это уже такие мелочи. Вот такое это было захватывающее занятие – первая цифровая фотография в те времена. Нет, я не против пленочной технологии, я и сейчас снимаю на пленку, но можете себе представить восторг человека, который уже привык запасать и хранить заранее пленки, носить отснятые негативы в кодек экспресс, ждать милости от проявщика или печатника, успеет, не успеет до закрытия сегодня напечатать или придется ехать еще и завтра, ждать своих шедевров, а зачастую потом разочарованно получать свои темные или наоборот пересвеченные карточки или же где все зеленое или все розовое, желтое или синюшное, ну как повезет с температурой проявителя в конкретной фотолабе, а потом уныло брести домой с этим сокровищем. А тут ты снял и сразу или почти сразу открыл на компьютере и тут же сразу все видно. Многие из снятых этой камерой фотографий, а они датируются в основном 97-м, 99-м годами 20 века, у меня сохранились до сих пор. Они прошли по жизни вместе со мной практически через все. Сначала на дискетах, потом на зипах, потом на компакт-дисках, потом на DVD дисках, потом на флешках, жестких внешних дисках и затем уже в облаке. Вот так вот выглядит фото на современном мониторе в своем исходном 100% размере. Мелковато, да? Но на мониторе того времени уже получше. И вообще, у меня для них пока еще есть специальные ностальгические способы просмотра. Что ж, на этом на сегодня все. Всем удачи, творческих успехов! До встречи! Пока!